В наших выпусках мы не раз касались темы цен на недвижимость. Эту сферу можно считать довольно важным и точным индикатором положения дел в строительной отрасли и в экономике в целом, а также инфляции, колебания на валютном рынке и так далее. После заметного скачка цен на дома и квартиры, а также на коммерческие помещения за последние пару лет, цены в Тверской области продолжили расти. Какова причина и что думают эксперты, узнала Анастасия Новичкова. Ожидаемого понижения ключевой ставки так и не произошло. Сейчас она держится на уровне 16% годовых. И в связи с этим цены на недвижимость продолжают неумолимо расти. Доля продаж квартир в ипотеку как и на первичном, так и на вторичном рынке сейчас порядка 95%. Размер первоначального взноса при ипотечном кредитовании увеличили с 10% до 20%, а по некоторым позициям и до 30%. По данным Тверстата, в регионе жилье в новостройке без отделки можно купить в среднем по цене от 92 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке 86 тысяч рублей за квадратный метр. Впрочем, многое зависит от места расположения дома, его состояния, года постройки, планировки квартиры, инженерных сетей и множества других факторов. Разные объекты дорожают по-разному, но в цене так или иначе прибавляют все. Ожидается, что вырастет еще больше. Сейчас выгодно продавать, выгодно покупать тем, кто действительно в этом нуждается. То есть просто так набирать, как раньше, несколько объектов сейчас совершенно нецелесообразно. Одним из основных рычагов влияния на рынки недвижимости является льготная ипотека, которая стимулирует спрос, а он, в свою очередь, способствует повышению цен. Эксперты утверждают, что все льготные программы создают перекос в сторону строительства, что негативно влияет на экономические процессы. В первую очередь, это ускоряет миграцию населения из сельской местности в города. Во вторую, строительная сфера развивается в ущерб остальным, перетягивая на себя ресурсы как человеческие, так и финансовые. Но льготная ипотека будет действовать до 1 июля 2024 года. Есть ли вероятность, что из-за ее прекращения цены наконец-то начнут снижаться? Увы, прогнозы экономистов здесь неутешительны для потенциальных покупателей вожделенных квадратных метров. В целом, спрос на недвижимость не имеется. Это касается как первичного жилья, так и вторичного жилья. Но мы уже наблюдаем определенный рост этих цен. Вот примерно в таком диапазоне они дальше будут расти. Экономисты утверждают, что несмотря на отмену льготных и ипотечных программ, жилье всегда будет пользоваться спросом и вряд ли сильно упадет в цене. Но и в качестве инвестиционного вложения квадратные метры сегодня не самый лучший вариант. Специалисты в области недвижимости рекомендуют не принимать решения о покупке, например, квартиры сгоряча. Ориентируясь на ажиотаж, который может раздуваться искусственно. С точки зрения инвестиций, квартиры, скажем, в новостройках с нынешними ценами и кредитными условиями, перестали быть такими привлекательными, как были раньше. Более целесообразными выглядят вложения в частные дома и земельные участки. А еще важно трезво оценивать риски и проанализировать собственные реальные потребности перед тем, как заключать сделку о покупке жилья, чтобы приобретение не стало разочарованием и многолетней обузой. Редактор субтитров А.Семкин